МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Светлана Гражданкина. Здравствуйте. И коротко о главных темах выпуска. Сегодня с Ямала отправились на службу вооруженные силы страны первые новобранцы. Сотрудники МЧС предупреждают, по замерзшим водоемам до 1 декабря прогуливаться запрещено. Первый замглавы проверил, как коммунальные службы справляются с гололедом. Выписано 7 предупреждений и 3 штрафа. В четверг утром с космодрома Байконур стартовала самая необычная экспедиция. К МКС отправился экипаж, который впервые в истории доставит на орбиту Олимпийский факел. Символ Сочинской Олимпиады побывает не только на самой станции, но и в открытом космосе. Этот этап олимпийской эстафеты отправился с легендарного гагаринского старта площадки номер один на космодроме Байконур. Михаил Тюрин примерно через 6 часов после старта, когда корабль «Союз» причалит к МКС, перенесет факел на станцию. Через два дня, 9 ноября, россияне Олег Котов и Сергей Рязанский, которые сейчас работают на МКС, выйдут с ним в открытый космос. Причем они должны будут передать один другому факел, как это делается во время эстафеты на Земле. Космонавты проведут за портом станции около 4 часов. Методисты специально разработали технологию передачи факела и страховки к нему в открытом космосе. Все это тщательно отрабатывалось в Центре подготовки космонавтов, в гидролаборатории, в скафандрах. Вернется Олимпийский символ на Землю 11 ноября вместе с экипажем 37-й экспедиции. Из окружного сборного пункта в Ноябрьске на военную службу отправились первые 10 новобранцев. Проходить службу они будут в Екатеринбурге. За два месяца пройдет более 100 отправок из окружного сборпункта. Всего в период проведения осенней призывной кампании 2013 года в войска уйдут служить 1722 будущих бойца. За два дня со всего Янау в пункт, расположенный в нашем городе, прибыли 31 человек. Все они досмотрены и признаны годными для прохождения службы. Об итогах мы будем и будем их подводить, когда закончатся последние отправки. Но на сегодняшний день наш прогноз и по количеству, и по качеству соответствует тем требованиям, которые установил для нас Генеральный штаб. Я вам сказал, по количеству это 1722 человека, по уровню образования с высшим образованием должны отправить не менее 18%. Сотрудники МЧС патрулируют реки, карьеры и озера, расположенные близ территории Ноябрьска. Согласно постановлению главы администрации города, до 1 декабря выход и выезд на лед водных объектов запрещен. На одной из таких проверок на озере Ханто побывала Юлия Маскалик. Лед на водоемах встал совсем недавно, но эти следы свидетельствуют о том, что в Ноябрьске уже нашлись смельчаки, которые проверили лед на прочность. К слову, его толщина на Ханто сейчас около 12 сантиметров. Человека выдержит, но на озере есть и опасные места, где лед всегда гораздо тоньше. Для одиночного человека минимальная толщина льда должна быть 7 сантиметров. Для группы людей толщина льда должна быть не менее 12 сантиметров. Для массового катания толщина льда должна быть не менее 25 сантиметров. Будем мониторить лед. Если лед будет соответствовать допустимой толщине, тогда люди уже на себя будут брать ответственность. Тем, кто злостно игнорирует предупреждающие знаки на водных объектах, придется выплатить штраф в размере 500 рублей. Сумма небольшая, да и за всеми не уследишь. У каждого водоема круглосуточный патруль не выставишь. Люди сами должны осознавать тот риск, на который идут. Да и сотрудники МЧС говорят, что их основная задача не ловить нарушителей, а вести с населением профилактическую работу. Ветерок поднялся, решили кайты свои испробовать. Ну, видим, бишь, товарищ говорит, что нельзя на лед. Сейчас он там, на берегу, где ветер есть, раскинем, запустим их, проверим, как они себя поведут. Ну, а потом, когда можно будет, пойдем кататься, как положено. В прошлом году на льду одного из безымянных озер погиб человек. Он катался на снегоходе. В этом сезоне жертв нет. Но есть информация, что под лед провалилось уже четыре жителя Ноябрьска. Юлия Москалик, Анатолий Пресеч, новости нашего города. В четверг утром на перекрестке улиц Муравленко и энтузиастов произошло дорожно-транспортное происшествие. По данным сотрудников ДПС, водитель джипа двигался по улице Шевченко в сторону энтузиастов. Проехать перекресток он попытался на красный свет и в результате столкнулся с автомобилем Лада Калина. Виновник аварии не пострадал, а вот другому водителю понадобилась помощь медицинских работников. Травмы оказались несерьезными, госпитализация не потребовалась. Продать машину стало проще. В силу вступили поправки в федеральный закон о безопасности дорожного движения. Теперь продавцу автомобиля нет необходимости проходить длительную процедуру осмотра автомобиля. Его переоформят на нового хозяина на основании заявления и договора купли-продажи. К тому же зарегистрировать вновь купленную машину можно в любом регионе страны, вне зависимости от места жительства покупателя. А вот оставить госномер себе продавцу автомобиля будет сложнее. Для этого необходимо пройти процедуру перерегистрации авто, получить новый номер, а прежний отдать на хранение в ГИБДД. Он может храниться до 180 дней. То есть увеличился срок. Раньше это было 30 суток мы могли хранить такие номера. Сейчас срок, видите, сами полгода составляет хранение этих госномеров. Потом человек, соответственно, приобретя автомобиль, обращается опять же к нам на проведение регистрационных действий. Мы присваиваем вам эти номера ему. Но в этом случае ему необходимо будет госпошину оплачивать два раза, то есть по две тысячи. То есть первый раз, когда он проводит перерегистрацию с заменой госномеров, а второй раз уже непосредственно, когда он регистрирует автомобиль. Кроме того, поправки меняют и вид водительских удостоверений. Теперь в них будут не только добавлены подкатегории для водителей, но и внесут новшества в саму систему обучения и получения водительских прав. Правда, пока документы нового образца не выдают. Программа обучения находится еще в стадии разработки. К слову, откладывается и внедрение системы переобучения водителей, имеющих иностранные права. Вступление в силу этого требования запланировано на весну следующего года. Федеральным законом было предусмотрено вступление в силу ответственности должностных и юридических лиц за допуск участия в дорожном движении иностранных граждан, не имеющих российское водительское удостоверение. Вступление в силу данных пунктов этого федерального закона отложено до мая 2014 года. То есть порядок выдачи водительских этим гражданам тоже пока еще не определен. Все находится в стадии разработки. Кроме того, официально разрешено обучение на автомобилях с автоматической коробкой передач. Правда, с оговоркой, что управлять по окончании курса обучения водители смогут только с соответствующими автомобилями. Готовы ли автошколы города сегодня подстроиться под новые стандарты обучения? Об этом и многом другом в интервью с экспертом Всероссийского общества автомобилистов Евгением Монаковым. Смотрите в пятницу сразу после вечернего выпуска новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От слов к действиям администрация города наказывает управляющие компании за недобросовестную уборку снега и несвоевременную борьбу с гололедом. Правда, охватить весь город сразу чиновники пока не успели. В некоторых районах уже навели порядок, но есть и такие, по которым передвигаться опасно как на автомобилях, так и пешком. Далее рубрика «Нам здесь жить». В любое время суток прогулка по улице Школьной в окрестностях 19-го дома скорее больше похожа на прогулку по минному полю. Передвигаться здесь опасно, можно угодить в самые настоящие ледяные капканы. Жильцы дома уверяют, снег в этом году здесь не чистили ни разу. В связи с погодными аномалиями у нас было тепло, здесь была лужа большая. У нас пару дней прошло, здесь все замерзло. Выезжая, сдавая назад, прямо в лужу, колеса упали. Вышло так, что бампер зацепило, неприятно вышло. Повреждения, пусть и незначительные, но приятного мало. Ремонт машины этой семье обойдется в несколько тысяч рублей. Возникает вопрос, почему люди должны ремонтировать ее за свой счет. Сейчас можно сказать о том, что если пройти здесь пешком, то есть можно шею сломать сто пудово. То есть заехать во дворы, то есть попасть домой, нереально. Везде, то есть ямы такие, что либо на машине днище задеваешь, либо, то есть, также бампера страдают. То есть, да, если пройти с пешком, я даже не знаю, как это будет выглядеть. И у нас еще здесь темно, то есть, поэтому увидеть что-либо, то есть, и нормально даже ногу поставить, не увидишь, куда поставил. Пешеходам на улицах города приходится ничуть не легче. Всего лишь одна цифра. За неделю в травматологию обратились более ста человек. Ежедневно в администрацию города поступают жалобы. И сегодня в очередной раз первый заместитель главы администрации Андрей Касьяненко проверил, какие меры управляющие компании, дорожные службы, а также владельцы торговых точек принимают для борьбы с гололедом. Тяжело. Не берется сейчас. Ожидается теперь завтра до плюс одного. До субботу до плюс четырех. Мы планируем и в воскресенье выводить технику. Трудности, говорят представители управляющих компаний, заключаются в том, что не всякая техника способна справиться с толстой ледяной коркой. Мы не устанавливаемся. Техника постоянно работает. Ну, если что, надо же посмотреть на погодные условия. Вот в данный момент, вот этот лед, никакую технику не сковернешь. Даже тот же пресловутый грейдер, он его не возьмет. Однако некоторые службы применяют и альтернативные методы борьбы с гололедом. Вместо песка используют соль. Для многих городов это многолетняя практика. В ноябрьской популярностью она пока не пользуется. Хотя, по мнению дорожных служб, обработанные солью участки легко поддаются очистке. Мы готовы вводить, и депутаты готовы это рассматривать. Ради бога, принимайте любые меры. Посыпайте солью. Придомовая территория, это зона ответственности конкретно управляющих компаний, которые, в свою очередь, наняли собственники жилья. Поэтому или вручную скалывайте различными подручными средствами, или посыпайте солью. Любая организация, в том числе и наши муниципальные организации, у себя на территории наводят порядок. Посыпали солью. Как только это все раскласилось, зачистили лопатами, или техникой, если надо, и все, порядок наводится. Это элементарно желание, самое главное, что появилось. Будет желание, найдут любой способ и почистят. Технологические трудности, по мнению Андрея Касианенко, уважительной причиной не являются. Обслуживающие организации обязаны наводить порядок на подведомственной им территории. На сегодняшний день больше всего вопросов именно к расчистке придомовых территорий. И наше общение с жителями подсказывает, что это именно так. Мы смогли улучшить ситуацию на дорогах. Тротуары в городе в основном посыпаны, хотя есть замечания сегодня, мы их высказали. Ситуацию во дворах пока преломить к лучшему не удалось. Что мы делаем? На сегодняшний день, как и обещали в прошлый раз, пора уговоров прошла. Три управляющие компании уже привлечены к ответственности за некачественную и несвоевременную уборку снега. Кроме того, администрации города направлено 7 предупреждений в адрес обслуживающих, организации и ТСЖ с требованием устранить недостатки. Ксения Епишева, Александр Иванов и Анатолий Присич. Новости нашего города. Сегодня на официальном сайте новостей нашего города и в группах в соцсетях стартует новый опрос. Издательский дом «Благовест» предлагает горожанам поделиться мнением, почему коммунальные службы плохо чистят снег во дворах. Предыдущий опрос касался бездомных животных. Их надо отправлять в приют. Так предлагает большинство жителей Ноябрьска. За этот вариант проголосовало более половины участников опроса. Напомню, мы пытались выяснить, как, по мнению горожан, лучше поступать с бродячими четвероногими. В опросе приняли участие около 1300 человек. Примерно каждый пятый респондент считает, что за выброшенных на улицу питомцев необходимо наказывать хозяев. Около 16% считают самым разумным стерилизовать бездомных животных. 9% предлагают их усыплять. И только сотой части опрошенных абсолютно безразлична судьба братьев наших меньших. Радужное утро запечатлели фотокамерой жители нашего города. Свои снимки они сегодня принесли в нашу редакцию. Крепкий мороз создал необычный оптический эффект. Метеорологи утверждают, что радуга зимой – явление весьма редкое. Мастер-класс для особенных детей. В пятой школе провели занятия по робототехнике для ребят с синдромом Дауна и их родителей. Их научили собирать роботов и даже их программировать, чтобы они могли двигаться строго по линии и останавливаться по хлопку. Помогали ребятам справиться со сложными заданиями преподаватели информатики Наталья и Олег Глушко. А сейчас коротко о том, что интересного для своих читателей на этой неделе подготовили корреспонденты еженедельника «Слово нефтяника». Слово нефтяника Читайте в свежем выпуске В Ноябрьске прошел трехдневный семинар, на котором специалисты из Дюссельдорфа поделились с сотрудниками городского управления по делам семьи и молодежи опытом работы с трудными подростками. Главный принцип в установлении контакта с такими ребятами прост и доступен всем. Он заключается во фразе «Я иду тебе навстречу». Как спасти молодого человека читайте на седьмой полосе издания. «Мы делаем север теплее» лозунг специалистов и работников предприятия «Ноябрьск теплонефть». И действительно, на плечи нефтяной коммуналки ложится огромная ответственность по обеспечению бесперебойной добычи черного золота в холодное время года. Какая нынче будет зима и как к ней подготовилось предприятие «Газпромнефтнефтесервиса» читатели узнают, открыв четвертую полосу газеты. Светлана Старчоус личность в Ноябрьске очень известная. Именно она является идейным вдохновителем веселых и находчивых в нашем городе, воспитав не одно поколение ямальских КВНчиков. О том, как быть по-хорошему смешным, как развивается эта популярная игра, как пройти по жизни в обнимку с юмором, обо всем этом на восьмой полосе газеты «Слово нефтяника». «Слово нефтяника». Видим все. Говорим главное. Далее в выпуске новости спорта. Петербургский «Зенит» в рамках группового этапа «Люди чемпионов по футболу» сыграл на домашней арене в ничью с португальским «Порт». Гостей в этом матче устраивала только победа, и они с первых минут захватили инициативу, создав несколько голевых моментов. Один из них на 23-й минуте и завершился взятием ворот. 0-1. Впрочем, россияне вскоре отыгрались. Красивая трехходовка, и «Халк» закатил мяч в пустой угол. 1-1. Во втором тайме игра шла на встречных курсах. На 52-й минуте все тот же «Халк» имел прекрасную возможность вывести хозяев вперед. Но удар с 11-метровой отметки получился слабым и бесхитростным, и в результате стал легкой добычей для «Галкипера». В оставшееся время обе команды много атаковали, но изменить счет на табло так и не смогли. Ничейный результат позволил «Зениту» остаться на втором месте в группе, и теперь футболисты с берегов Невы имеют хорошие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Следующий матч «Зенит» проведет 26 ноября. В гости к подопечным «Лучано» с «Палети» приедет лидер группы «Мадридский Атлетика». В ноябрь прибыл поезд «Безопасность». Так символично называются окружные соревнования среди дружин юных пожарных. В состязаниях приняли участие пять команд из Ноябрьска, Нового Уренгоя, Губкинского, Муравленка и Красносельбурга. Им предстояло пройти семь дистанций и на каждой выполнить определенное задание. В частности, юным пожарным необходимо было показать визитную карточку, подняться по штурмовой лестнице, одеть обмунтирование на время, продемонстрировать медицинские знания и пройти пожарную эстафету. Ребятам здесь дано в общем понять специфику работу пожарной охраны, сотрудников пожарной охраны, элементарно простых бойцов ежедневно, которые выходят на службу и на благо Родины совершают серьезные героические поступки. Пожарная – это престижная профессия. Ответственность. Ответственность. Вся семья там работает. В Тюмени завершился первый тур первенства России по мини-футболу среди команд юношей 2002-2003 годов рождения. Ноябрьская дружина «Газпромнефти» провела пять матчей. Она одержала две победы и потерпела три поражения. Результат можно признать удовлетворительным, так как наши ребята играли с лидерами группы. По итогам тура «Ямальцы» идут на пятом месте в турнирной таблице, что гарантирует им пока попадание во всероссийский финал, куда, напомним, входят шесть лучших команд зоны Западная Сибирь. Заключительный второй тур «Газпромнефть» проведет в Нижневартовске во время зимних каникул. По мнению тренера ноябрьцев Дмитрия Большакова, задачи попадания в финал его подопечные должны справиться. Все команды смотрел, которые будут с нами играть в Нижневартовске на втором туре. То есть я думаю, что мы должны зацепиться за шестерку, это точно. То есть мы должны будем обыгрывать там в ФОК есть команда Камышловский район, Уренгой можно выигрывать и Нижневартовск 2004. Если мы эти игры все выиграем на втором туре, то мы будем железно в шестерке, даже в пятерке. И это была завершающая информация выпуска. Прогноз погоды через несколько секунд. А я желаю вам всего доброго и до свидания. Партнер программы магазин «Подис Антверса», торговый центр «Клубника». Зима наполняет мир красотой, но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть» «Газпромнефть» надежный ориентир на зимней дороге. 8 ноября в Сельхарде снег, ветер юго-западный до 9 метров в секунду, температура 0 градусов. В Муравленко небольшой снег, ветер юго-западный до 8 метров в секунду, температура 0 градусов. В нашем городе возможен снег, ветер юго-западный до 8 метров в секунду, температура 0 градусов.